Девушки отдыхают Да, вот это красиво, а, мальчики и девочки Красивая ёлка получилась? То-то же Профессор Астров не только Крупный специалист в астрономии Но и очень неплохой Минуточку Минуточку, минуточку Вот так вот, да, очень неплохой Украшатель ёлок Здравствуйте, здравствуйте, мои Юные астрономы, как настроение? Праздничное? Надеюсь, что вы Веселы и бодры Ну, прям как мы, с отсутствующим Капой Хотите узнать, где сейчас прибывает Мой автоматический помощник? Слышу, хотите? Минуточку Минуточку, минуточку, минуточку Сейчас вот настроюсь А вот он, Капа, вот, вот, вот Видите, вблизи Сатурна Крохотную точку Это он, это он Наш отважный летун Да, не пойму, не пойму Что он мне напоминает, а? Что-то такое Лёгкое, такое Белое И Новогоднее А, ха-ха-ха Знаю, знаю Сегодня наш Капа Вылитая снежинка А, посмотрите Как он сияет на фоне Чёрной Бездонной вселенной Честно говоря, на моём столе Он как-то сиял Не так ярко Но, как говаривал старик Эйнштейн Всё в мире Относительно Кстати, об относительности Где-то у меня было письмо Аккуратно эту тему Аккуратно эту тему Аккуратно эту тему Так, Филипп Филиппович и Капа Поздравляю вас с Новым Годом Спасибо и тебя с праздником, дорогой друг Скажите, какого цвета луна? Моя сестра говорит, что темная А я считаю, что белая Ну, в крайнем случае, бледно-желтая Петя Крупинев, город Ярославль Ну, что я могу сказать о цвете луны? Ну, конечно, если смотреть на нее с земли Спутник кажется белым Но каков его истинный цвет? На этот вопрос так просто не ответишь Поэтому я, профессор Астров Берусь за него издалека Так, вот наше далеко Я возвращаюсь из него Итак, мальчики и девочки Вот перед вами две вазочки Одна со сливочным мороженым А в другой лежит кусочек угля Так вот, какая между ними разница, а? Чувствую, вы пожимаете плечами и смеетесь Ха-ха-ха, мол, ну ты даешь, профессор Мороженое белое, а уголь черный Ну да, мороженое белое, уголь черный Но что это значит? Белое мороженое почти полностью отражает свет А уголь, наоборот, практически не отражает Количество отраженного света Ученые называют красивым словом альбедо Альбедо измеряется по шкале от нуля до одного Альбедо угля колеблется между пятью сотыми и одной десятой Альбедо мороженого равно девяти десятым Для того, чтобы увидеть самый белый и самый черный объект Солнечной системы Нам нужно обратиться за помощью к Капе Да Алло, алло, там в космосе Как дела? Ну а теперь давай, передавай нам картинку Да Перед нами хорошо и давно знакомый спутник Сатурна Энцелад Ах, как он сияет! Даже глазам больно А почему? Мы с вами знаем, что он сплошь покрыт чистейшим льдом И отражает солнечный свет практически полностью Его альбедо приблизительно равно девяносто трём сотым Представляете? В сущности Энцелад белее мороженого А в то время, как мы с вами, мальчики и девочки, беседовали о спутнике Сатурна Наш стремительный Капа покинул пределы окольцованной планеты И держит путь к Марсу Вы обратили внимание, что планеты, астероиды и другие небесные тела Мимо которых проносится наш путешественник Не блещут разнообразием красок Все они, как на подбор Белые, серые или чёрные Знаете почему? Потому что они находятся слишком далеко от нас На таком расстоянии разница между альбедо разных цветов стирается Тем более, что она не так уж и велика Например, альбедо кожи на моём лице 35 сотых Альбедо моей рубашки 45 сотых Альбедо новогодней ёлки колеблется от 12 сотых хвоя до 75 сотых мишура Ну и кто способен понять эту разницу С расстояния в несколько миллионов километров? Отвечаю, никто! Даже Капа, который, кажется, прибыл к месту назначения Мальчики и девочки, позвольте представить Астероид Матильда Быть может, самый чёрный объект в Солнечной системе Её альбедо 4 сотых Но, тем не менее, с земли она кажется довольно светлой Почему? Хм, вот загадка Но сейчас, мальчики и девочки, я задам вам ещё более хитрую задачку Секундочку Итак, внимание Что светлее? Вот этот лист бумаги или чёрная кошка? Конечно, бумага, ответите вы Логично, ведь альбедо бумаги в 20 раз выше альбедо чёрной кошки А если бумагу поместить под лунный свет и хорошенько осветить её солнцем? Как видите, залитая солнцем чёрная кошка стала белой Ослепительно белой Ну а бумага кажется чёрной Наши с вами глаза оценивают любой видимый объект С точки зрения освещенности самого объекта и фона На котором мы этот объект наблюдаем Солнечный свет в 450 тысяч раз ярче света Луны Он-то и делает чёрную кошку во много раз белее и ярче, чем залитая лунным светом бумага Ну а что касается фона Чем светлее фон, тем более тёмным кажется объект на нём И наоборот Если бы мы каким-то чудом смогли перетащить на Землю Луну То с удивлением бы обнаружили, что она цветом не отличается от асфальта Но тем не менее, в ночном небе мы видим Луну ослепительно белой Так какая же Луна на самом деле? Чёрная или белая? Хм, и та, и другая, мальчики и девочки Всё зависит от фона и освещения Измените их, белый объект покажется вам чёрным Ну и наоборот Как я уже говорил в начале нашей программы Хм, всё относительно Прекрасно, что изменение освещенности или глубины фона Заставляет небесные объекты, и не только небесные Предстать перед нами в совершенно ином виде Земля вызывает капу Да, приём Ну, не налетался ещё Ну, Новый год приходит раньше, чем ты, да Срочно возвращайся Да, то-то же А нас с вами, мальчики и девочки, уже заждалось письмо Тане Артюховой из Саратова Таня желает знать, как встречают Новый год в космосе Скажу сразу, дорогая Таня, дело это весёлое, но хлопотное Почему? Попробуй нарядить ёлку в невесомости, тогда узнаешь Как ни крути, как ни старайся, как ни привязывай игрушки к колючим лапам, всё равно Они не будут висеть, как полагается Новогодняя ёлка на орбите выглядит, ну, примерно, примерно, друзья мои, вот так Посмотрите, как она выглядит, да Мало того, наряженная ёлка всё время норовит куда-нибудь улететь Вот и приходится её ловить по всей станции На космической станции поступали проще Ёлку крепко-накрепко прикручивали к потолку А что? Во-первых, никуда не денется, во-вторых, висит у всех на виду Зато при желании Новый год на МКС можно встречать аж 15 раз Дело в том, что Международная космическая станция делает за сутки 16 витков вокруг Земли Космонавты, правда, не злоупотребляют встречами Нового года По традиции его приветствуют всего дважды По московскому времени и по Гринвичу Да и у телевизоров космонавты не сидят Нет телевизоров в космосе А как же культурная программа, спросите вы Не волнуйтесь, мальчики и девочки, космонавтам есть чем заняться в новогоднюю ночь Например, можно пристроиться у иллюминатора И махать проплывающим далеко внизу городам С Новым годом, Петропавловск-Камчатский! С Новым годом, Иркутск! С Новым годом, Екатеринбург! С Новым годом, Москва! У космонавтов, мои юные астрономы, есть уникальная возможность Своими глазами видеть, как Новый год шагает от окраины до окраины нашей огромной страны Я считаю такую возможность настоящим подарком А, кстати, о подарках Где же наш Капа? А вот и он! А вот и он, наконец-то! Капочка, дорогой мой, давай я тебе помогу принять праздничный вид Да, ты теперь у нас как настоящая новогодняя снежинка, да Ну, а теперь снежинка Вручай наш подарок, мальчики и девочки Дело в том, что многие из вас спрашивают Какие звезды можно увидеть в новогоднюю ночь, друзья мои С великим удовольствием Смотрите и запоминайте Та-та-та-там! Мальчики и девочки, перед вами самый настоящий звездный новогодний аттракцион Зимний круг Правда, кому-то он больше напоминает шестиугольник Эта небесная геометрическая фигура составлена из знакомого нам Сириуса Или альфа-большого пса А вон там сияет Процион, альфа-малого пса Затем блистают Полукс, бета-близнецов и Кастор Также известны как альфа-близнецов Их компанию дополняют Менкалинан, бета-возничего Капелла, альфа того же созвездия Аль-де-Баран, альфа-тельца и ригель бета-ориона Сколько мы с вами насчитали звезд? Восемь? Одну забыли Видите, в самом центре блистает Бетельгейзе, альфа-ориона Но любуя сиянием зимнего круга Друзья мои, не пропустите метеорный поток Квадронтиды Он проливается в новогоднюю ночь вон там На границе созвездий Геркулеса и Дракона Это потрясающее зрелище Куда до него с зимным фейерверком? Ну вот, пожалуй, и все на сегодня И капочка это подтверждает Но перед тем, как распрощаться Напоминаю, мальчики и девочки Присылайте ваши космические вопросы по адресу 109-147 Москва, улица Марксийская 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» профессору астрономии Астрову Или оставляйте их на сайте телеканала Радость моя.ру Да, капочка, радость моя И не забывайте по вечерам смотреть на звездное небо Эх, развеселился, развеселился До скорой встречи, ваш Филипп Филиппович и Капа С Новым Годом! С Новым Годом, дорогие! Так, капочка дорогой, нам надо с тобой срочно пойти на маскарад новогодний Я вот тебе костюмчик подобрал По-моему, ничего Посмотри, смотри, какой ты замечательный А, ну почему не хочу? Ну посмотри, какой хорошенький Ну, ну ты такой хорошенький Не хочу Ну хорошо, не хочу, не хочу Давай вот этот По-моему, очень даже ничего Вот, видишь? Вот, да, 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 мой хороший А, а, ой, какой хороший Ой, какой замечательный Финист Ясный Сокол Финист Ясный Сокол